Продолжение следует... 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 30 ватт, то есть он может дать нам до 30 ватт, но опять же, чем выше сопротивление испарителя, тем меньше мощности он нам сможет дать. Классическая такая вот палочка, естественно, на коробке у нас и написано Classic Edition. Просто немного они корпус такой вот сделали, немножко видоизменили. Но опять же здесь все, что нужно. Экранчик есть, кнопка Fire есть, регулировка Abdo есть, зарядка по Type-C есть и очень-очень много всяких разных картриджов. Если ничего не путаю, ребят, по-моему, 4 варианта картриджей, но это я потом в основном видео уже вспомню, скажем так, сам себе напомню. Вот таким образом в приближном рассмотрении выглядел Oxvo X-Lim Classic Edition. Я надеюсь, что все следует рассмотрел, все следует показал. Сейчас я перейду к тому, что буду высказывать свое личное мнение, которое сложилось у меня за время пользования данным устройством. Ну и, конечно же, дорогой мой друг, прислушиваться к моему мнению или нет, это абсолютно твое дело. Так что, давай. Обсудим наш девайс, конечно же, и все его минимальные видоизменения, скажем вот так. Ну тут прям по минимуму, по минимуму, по минимуму. Но перед этим я хотел бы поблагодарить гиганта вейп-индустрии ребят из компании Vupu. Это производители бокс-модов, подмодов, подов, всякого разного железа для вейпинга, которым пользуются десятки тысяч людей по всему миру. Ну и, конечно же, сайт GoSmoke, это сайт-долгожитель, который работает с 2016 года, так же, как и я. Еще, ребят, на сайте мы активировали промокод KRBK, который дает тебе небольшой бонус. Огромное вам, ребят, спасибо за поддержку моего канала. Первое, конечно же, что тебе нужно показать, это цветовые решения. Аж в десяти цветах у нас переделано наше устройство, и все они вот с такими вот, типа, этими, скажем так. Ну, низкополигональным вот таким вот рисунком, как-то вот так, с такими треугольничками-переливашечками. То есть есть всякие разные цвета. Мне сильно понравился зеленый. Вот зеленый прям хорош. Зеленый хорош, черный хорош, и, по-моему, серо-черный градиент тоже вот приятно выглядит, интересный. Вот такие вот цвета, свои какие-то, как сказать, фавориты я выбрал. Но зеленый самый хороший. Следующий момент, конечно же, зарядочные движения. У нас здесь, если я что не путаю, или появилась, или осталась быстрая зарядка. По-моему, появилась здесь быстрая зарядка 5 вольта 2 ампера. Устанавливаем кабель для зарядки. Все это история у нас, конечно же, заряжается. Показывает, что зарядка идет. Разъем кабель Type-C, Type-C все работает. Самый современный на зарядке нашего устройства. Конечно же, работает. В очередной раз, как попугай, повторяю тебе, что я не рекомендую тебе использовать подобные устройства со встроенным аккумулятором во время зарядки. Кабель вставил, устройство зарядилось, кабель вытащил, устройством дальше пользуешься. Благо, еще и зарядка здесь быстрая, и аккумуляторную батарею ребята подтянули. Прошлая версия, если я ничего не путаю, которая... Вот как их, сука, называть? Самая классическая версия, это и была первая версия, но эта вот версия называется теперь у нас Classic Edition. То есть вот первый под X-Slim под kit, он вот так назывался, у него была аккумуляторная батарея, если я опять же ничего не путаю, 900 миллиампер часов. Здесь ребята с барского плеча добавили нам еще целых 100 миллиампер часов. Итого у нас аккумуляторная батарея на 1000 миллиампер часов. Ничего себе. Ну чуть побольше стал внутри аккумулятор, чуть пореже будешь его заряжать, скажем вот так. Вот и все. Также то, что коснулось изменений в нашем устройстве, эти вот эти вот картриджи. Там есть еще определенная приписка к этому устройству, то есть она называется типа Extreme Flavor. Таким образом, они обозначили свои новые картриджи, тире испарители, вот эти вот на Oxvo, которые у нас подходят. Ты же помнишь, что у них, ну если не одних из первых, то может быть даже у первых, хотя мне кажется, у Vopores у первых появились, короче говоря, вот эти картриджи, которые сверху надламывались. Они, естественно, все подходят на предыдущие поколения, то есть прошлые картриджи подходят сюда, новые картриджи подходят на старые поколения. Короче, все это взаимозаменяемое, все унифицировано, все идентичное, все одинакового размера, все подходит. Картриджи у ребят тогда-то были в принципе неплохие, типа ничего такого супер выразительного я в них не помню, но и такого, чтобы они были какие-то плохие и безвкусные, тоже такого не помню. То есть стандартный, нормальный середнячок. Я в принципе за все время парения не могу тебе выделить какие-то вот супер крутые картриджи. Будь то там типа Vopores'овские или какие-нибудь Aspire'овские или еще чьи-то там картриджи, чтобы я мог сказать, там картриджи от ребят из Vup'у, самые вкусные на свете. Подобного я тебе сказать не могу, потому что каждый все-таки для себя определяет, что ему нравится больше. Вот я тебе скажу, самые лучшие картриджи на Oxve. Ты попробуешь какой-нибудь другой девайс на других картриджах, скажешь, нет, ни хрена, я пробовал и те, и другие, ты, Миша, врешь, потому что вот эти мне нравятся больше, чем те, про которые ты сказал. Ну естественно, так оно и будет. Потому что мы с тобой, люди, разные. И вкусовые впечатления и ощущения у нас тоже разные. Поэтому пробуя то или иное устройство, каждый для себя просто подбирает, что ему нравится больше, и потом в дальнейшем этим и пользуется. Вот и все, все максимально просто. Наши картриджи по современным тенденциям, конечно же, никоим образом не могут быть с заправкой где-то сбоку или с заправкой где-то внизу. Вот здесь вот, конечно же, она переехала вот сюда вот наверх, чтобы при использовании устройства тебе не надо было вытаскивать картридж, а ты просто резиночку эту поддел и картридж заправил. Немаловажный момент. Ребята опять перепутали, где верх, а где низ. Как и многие производители делают неправильно. Я, по крайней мере, так считаю, что они делают неправильно. Может, они считают по-другому, но вот мое мнение таково. Резинка вот эта вот должна подцепляться не снизу, а сверху. Дабы открывать отверстие заправки не внизу, а наверху. Потому что когда у нас отверстие заправки наверху, мне нужно просто девайс наклонить на бок. Самая верхняя точка для заправки находится вот здесь вот в углу и равномерно вот так вот боком у нас заправляется весь картридж. В нашем же случае его нужно поворачивать на бок, вот так вот втыкать и что-то как-то вот так вот постоянно переливать, вот здесь вот в уголок доливать, чтобы все это дозаправить. Понятное дело, что это все дело привычки. Человек не блохал, он ко всему привыкнуть может. Это мои старческие поговорки. Если что, почитай Михаил Зощенко. Рассказ называется «Кошка и люди». Там говорится, почему человек не блохал, он ко всему привыкнуть может. Вот, короче говоря, здесь у нас так же, как у многих производителей, у нас перевернута вот эта вот резинка вниз. К этому без проблем можно привыкнуть. Мне кажется, что изначально нужно было делать типа ее верх ногами. Чтобы типа затычка у нас находилась наверху, а крепеж ее был внизу. А здесь у нас наоборот. Крепеж самой затычки наверху, а отверстие, через которое мы заправляем, находится внизу. Мне кажется, это неправильное и нелогичное расположение. Это то же самое, как набор танков. Очень сильно любят делать заправку где-нибудь вот здесь. То есть не наверху в углу, не посредине где-то, не посредине будет полная херня. В углу, короче говоря, стоили с другой стороны, наверху, на верхней части. А ее делают посередине. И начинается вот это вот при заправке переливание, пытаться там побольше дозаправить жидкости, чтобы она везде смогла затечь. Если бы точка заправки была на самом верху, ты просто равномерно до самого верха заправляешь устройство и все. Поэтому очень сильно нравятся картриджи, которые идут с верхней заправкой, которые надламываются наверху. Потому что там точка заправки прямо на самом верху, прямо в самой верхней точке картриджа и находится. Воткнул бутылку, надавил, у тебя снизу вверх все равномерно заправилось. Можно даже немножко под углом вот так сделать, чтобы все у тебя ровно заправилось. Вытащил бутылку, защелкнул эту верхнюю крышку. Естественно, всю ее испачкал в микробах, которые тут же попадают тебе в ротовую полость и потом во все твои внутренние органы и вот это вот все дела. Ну, типа, мойте руки с мылом и используйте эту вот пшикалку спиртовую, как она называется правильно. Хочется сказать дезинфектор, но слово неправильное, да. Ну, ты понял, про что я говорю. По части вкуса и вот этой вот приписке Extreme Flavor, опять же. Ничего супер сверхъестественного, просто хорошие, вкусные испарители на сетке. Вопросов, опять же, к ним никаких не имею. Без проблем все заправляется, без проблем все пропитывается. У нас довольно большие отверстия здесь для пропитки жидкостью, то есть можно будет использовать жидкости там какие-нибудь щелочные 60 на 40. Не совсем понимаю смысла использования в МТЛе 70 на 30, но если кто-то так пользует, большой молодец. Опять же, ничего против этого не имею. Просто мне маловато вкуса, когда я использую жидкости 70 на 30 в подобных устройствах. Вот и все. Вот и вся разница. И мне кажется, что при использовании жидкости 70 на 30 картриджи будут гораздо быстрее умирать, потому что пропитываются они гораздо медленнее. Все-таки они рассчитаны под более такую жиденькую, скажем вот так жидкость. Поэтому мне кажется то, что использование в подобных устройствах ну максимум жидкости 60 на 40. Если ты хочешь использовать какой-нибудь 50 на 50 щелочной МТЛ с повышенным содержанием глицерина, скажем вот так. Вообще типа 50 на 50 хоть целевые, хоть щелочные версии, без проблем сюда будут залетать и нормально будут работать. Что мы имеем по итогу? Как бы мне не хотелось растянуть этот обзор чуть подольше, чтобы ты там успел девайс перемотать или свои пельмени покушать, приятного тебе аппетита, или жареную картошку с луком, или грибами со сметаной, вот что-нибудь такое сильно вкусное. Может быть даже там какая-нибудь стопка самогонки у тебя есть. Разговор не об этом. Это устройство минимально изменилось. То есть ребята по факту поменяли только объем аккумулятора, только внешний вид устройства. То есть сделали вот типа немножко другой корпус с такими вот гравировками, с цветами вот этими вот переливашками и так далее. У нас увеличился аккумулятор и картриджи. То есть изменения это внешний вид, аккумулятор и картриджи. Все. Больше здесь абсолютно ничего не поменялось. Поэтому они его и назвали типа Classic Edition. Что это абсолютно то же самое устройство с минимальными изменениями. Привычный тебе экран, с привычными настройками, работает как с кнопки, так как с датчика затяжки и все вот эти вот моменты. То есть минимум изменений для устройства. Возможно можно было снять этот обзор за 6 минут, но у меня так не получается. На этом у меня абсолютно точно все. Да, можно заканчивать. Я бы хотел сказать большое спасибо ребятам из компании Oxvo, конечно же, за предоставленное устройство мне на обзор и большое спасибо за поддержку моего канала. Тебя, друг, как всегда, прошу подписаться на мой телеграм-канал, который называется Миша Коробка. В нем также выходят мои видеообзоры. Еще там есть лампа для отдельного общения. Еще я там записываю кружочки. Если тебе подобное интересно, подписывайся, конечно же, на мою телегу. Также у меня есть собственные продукты. Это линейка жидкостей Монах, выпущенная в 6 вкусах. Это наша кисленькая линейка или же линейка с кислинкой. Также линейка жидкостей Мишка Хаски. Она выпущена в 12 вкусах. Это линейка жидкостей фруктово-мягодно-мягодно-мягодно-мягодная. Скажем вот так. Обе линейки 50 на 50 для тугой затяжки, солевая версия, для МТЛ, подсистемы или вот таких вот, короче говоря, маломощных устройств. Ну и теперь абсолютно точно все. Да, давай прощаться. Если ты впервые оказался на моем канале, ты не знаешь, что я такой. Меня зовут Миша. Приятно познакомиться и добро пожаловать в мою коробку. Но если вдруг мы с тобой давно знакомы, ты все это прекрасно знаешь, что просто-напросто пока. Всего хорошего, как всегда. Счастья и здоровья. Последний месяц лета, дружище, если ты не успел там где-то искупаться, катить, катить кувырком с горы и купайся. Не успел посидеть в лесу у костра, съезди и посиди. Скоро, совсем скоро, ты даже обернуться не успеешь. Это теплое, жаркое, ненавистное тобой лето, страшная духота, она закончится. Придет мерзкая, подрыжная зима и вот так вот все по кругу. Но зимой ты шибко не покупаешься. Если только где-нибудь в бассейне, скажем так. Успевай. Пока. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Иметь или не иметь. Вот, все. Ты заходи, если что. Следи за собой, будь осторожен. Следи за собой.